Мужчина то появляется, то пропадает. Что делать? Вот такой вопрос я часто получаю от девушек, которые знакомятся с мужчинами, начинается общение, неделю общаются, вторую, потом мужчина исчез. Проходит какое-то время, опять появился, потом опять исчез, потом опять появился. Что мне делать в такой ситуации? Как его понять? Какие стратегические действия выбрать? Вот сегодня об этом подробно поговорим. Но прежде я напоминаю о том, что каждый месяц у нас проходит бесплатный онлайн-курс, я такая одна, удобная или уникальная. Ссылка находится в описании под этим видео. Программа подходит абсолютно любой женщине, где бы вы находились, в любой точке мира. Главное, чтобы у вас был интернет. Поэтому сразу после просмотра этого ролика проходите по ссылке под этим видео и регистрируйтесь на наш онлайн-интенсив. Итак, вы познакомились с мужчиной, он вам понравился, вроде бы вы ему тоже понравились. Общение набирало обороты, потом раз, он исчез. Проходит неделя, вторая, вы получаете смс-ку. Привет, как дела? Все хорошо, привет, а у тебя как дела? Да и у меня нормально тут, вот дела, работа, то-чего. Понятно. И начинается вот эта вот болтовня. О чем, правда, говорить неизвестно. И многие женщины начинают мучиться и переживать. Может быть, у нас что-то получится. А может быть, он сейчас скажет, давай встретимся, пойдем погуляем в парке. А может быть, давай уже, там, не знаю, пойдем в ресторан. Я что-то значу для этого мужчины. Марк, скажите, пожалуйста. Давайте будем честными. Ничего не значите. Вот по-настоящему хотите. Вообще ничего не значите для этого мужчины. У него появилось свободное время. И что-то в его головушку вползло. И он вспомнил, пролистывая свою записную книжку, либо переписку в соцсетях или в мессенджерах каких-то. Помнил, что есть такая-то, которую можно написать на всякий случай. Вдруг она очень откровенно намекнет на то, что могла бы стать сегодня легкодоступной для него. Вы не ошиблись. Я опишу психотип таких мужчин. Это мужчины не заняты, я вас уверяю. Нет, это не мужчина, который постоянно сидит, что думаете. Он сидит там у него, все, вот он пишет, печатает статьи, отправляет их. Вот приходят ответы в непрерывном формате. Письмо ушло туда, письмо ушло сюда. Господи, у него телефон разрывается, его все рвут. Переговоры, встреча. Да я вас умоляю, это чудо сидит. И не знает, куда приткнуть свой член для того, чтобы почувствовать себя мужчиной. И он выбирает самую легкую добычу. Вы скажете, Марк, ну есть же исключения из правил. Конечно, есть. Конечно, есть. Бывают действительно мужчины, которые уезжают на разведку каких-то участков земли, где будут останавливать буровые скважины. Там может не быть связи по нескольку недель. Он действительно занятой. Его там бизнес, проекты. Но если вы интересны этому мужчине, он всегда вам скажет, ты знаешь, я сейчас уеду на несколько дней в такое место, недель, где вообще никакой связи нет. И как вернусь сразу, мы с тобой там созвонимся, встретимся, спишемся. То есть он как-то присутствует в вашем пространстве. Не в качестве человека, который оправдывается, а в качестве человека, который заинтересован в вас как в женщине. Понимаете? Если мужчина вам пишет, потом не пишет, потом опять пишет, он не заинтересован в вас. Вот можно просто вот на этой фразе закончить это видео. Нет. Нет, вы что? Это же не входит в планы невротической личности. Признать тот факт, что я ему не интересен. Ну как это? Поэтому я постараюсь вписаться в тот дебильный формат, который он мне предлагает. Он появился раз в месяц, а я ему, ой, может быть мы встретимся, может быть то, может быть это. Ну так, простите меня за примуту, подмахнуло его безответственности. Ну ладно, раз подмахнуло, два подмахнуло, три. Мужчина понимает, что с такой женщиной можно общаться так, как мне хочется. А мужчине очень важны правила в общении. Мужчина вообще приспособлен к правилам. В спорте правило, на охоте правило, война правило. А взаимоотношения между мужчинами тоже правило. Везде у мужчины есть правило. Это у женщины привычка нарушать правила, а потом кричать, я девочка, мне можно. У мужчины не так. А когда женщина позволяет с собой общаться, нарушая правила, какие? Правила собственного уважения, правила личности, правила достоинства своего. Мужчина себя так и ведет. А вот если бы он появился раз в месяц, а потом пропал опять, и звонит вам, когда хочет, а как прощу, что звонят, когда пишут, вечерами, ночами. Если бы вы ответили ему, сказали, послушай, я, конечно, все прекрасно понимаю, ты там человек у нас занятой, но, пожалуйста, не пиши мне в позднее время, это раз. А во-вторых, каким-то образом можешь мне объяснить смысл своего появления в моей жизни. Ты говоришь, что ты хочешь? Что ты хочешь? То есть ты мне пишешь раз в месяц, как у тебя дела? Ты так беспокоишься, как у меня дела? Я тебе сейчас расскажу, как у меня дела. Открываете календарь и рассказываете. Первого числа у меня начались месячные. Очень болезненно начались. Мучилась, беспокоилась, три раза бегала в аптеку за обезболивающими. Ночью не спала. И так было первых три дня, потом стало полегче. За это время я узнала о том, что компания, в которой я работаю, больше не существует. И мне нужно искать новую работу. А еще смена сезона и осень приходит. А у меня сапожки порваны с прошлого сезончика. Нужно подумать, как себе купить одежду. А еще мне мама пожилая, которой нужны лекарства. А еще брат, у которого в голове еще ветер, такой же, как у тебя, который заинтересован в том, чтобы бегать от одной юбки к другой. Расскажите ему подробно, как у тебя дела. Когда в чем дела, какие дела. Конкретизируй вопросы свои. Я уже говорил как-то о том, что мужчины хотят от женщины в первую очередь секса. Если бы вы ему сейчас сказали, я вас уверяю. Вот если ваш мужчина, который не ваш, а типа ваш, который появляется раз в месяц с вопросом, как дела, чем занимаешься. Если бы вы ему сразу ответили, думаю о тебе, иду в душ, приезжай. Он бы тут же был возле вас. Тут же. Почему? Потому что этот похотливый хорек только этого и хочет. Только этого. Я вам больше скажу. Вот таких, как вы, у него. Человек 30. Которым он пишет. Привет, как дела, что делаешь? Привет, как дела, что делаешь? Что делает мужчина? Он считывает обратную связь с женщиной, подпитывается этой энергией. Ой, привет, так рад, что ты рада, что ты написал. Вот из 30 таких будет 6. И он помнит, признают, знает. Помнит, признают, знает. А сам продолжает заниматься своей жизнью. Я к чему это говорю? К тому, что мужчина, который заинтересован в своей женщине, в женщине, которая действительно ему понравилась, он уже никуда, никогда не пропадет. Понятно, что здесь не нужны крайности. Да, там, один пропал на месяц, его не видно, а потом появился. А второй атакует днем и ночью. Днем и ночью. Ты где ты, с кем, что ты, где ты, как ты, поехали, пошли погуляем, поедим, не знаю, там, попрыгаем, потанцуем. Везде должна быть золотая середина. Но вы очень явно почувствуете, что вы интересный мужчина. А страх признаться себе в том, что я неинтересна ему, и заставляет вас задавать все время эти вопросы. Как быть? Как реагировать? Да никак не быть, никак не реагировать. Это облачко серенькое пролетело мимо вас, дунуло в его сторону, расселась, пошла дальше. Зачем вы свою жизнь ориентируете на людей, которые появляются рядом с вами для того, чтобы просто воспользоваться? Берегите себя, цените себя, любите себя. Вообще не впускайте в свой мир вот таких людей. Они его только будут разрушать, они не будут его украшать. Они не будут заставлять вас быть счастливой. Вы вдумаетесь, вот вы думаете как мужчина, а вы почувствуете как женщина. Вот появился в вашем окружении мужчина, типа, или парень. С этого момента в вашу жизнь пришла любовь, счастье, легкость, наполненность, наслаждение, удовольствие, улыбка, праздник души и духа. Вы просыпаетесь каждое утро и парите. Или в вашу жизнь пришли беспокойство, тревожность, разочарование, нервы, бессонные ночи, напряжение внутреннее, скованность. Вот если второй вариант, где напряжение внутреннее, скованность, это уже не отношения, это дерьмо. Самое настоящее. Вот под этим соусом вам пытаются выдать что-то очень схожее с отношениями мужчины и женщины. Уже на первоначальном этапе. Будьте мудрее, будьте умнее. Смотрите в глубину отношений, как я себя у них чувствую, без объяснения причин. Мне плохо, делайте выводы и принимайте решения. Все. Больше ничего не нужно. Я очень надеюсь, что девушки, которые просмотрят это видео, все-таки задумаются над тем, насколько важно быть честной с собой. Честной, не обманывать себя. Не пытаться придумывать то, чего нет на самом деле. И запомнить раз и навсегда. Вот представьте себе человека, который пошел за фруктами на рынок. Он пришел, там много фруктов. И, например, он подходит к прилавку, а там клубника. Этих клубничек там просто десятки тысяч штук. Он выбирает те клубнички, которые ему по душе, которые ему нравятся. И уходят с ним. Те клубнички, которые остаются, дожидаются своего. Итак, следующая клубничка, следующая, следующая. Вот так же и женщина, как клубничка. Когда вы встречаете своего мужчину, вы почувствуете, что это ваш мужчина. И вам не нужно будет анализировать, почему он написал, а потом пропал. А потому что ты ему не нужна. Вот и все. А когда ваш мужчина придет, вы не будете такие вопросы задавать. Потому что они у вас даже возникать не будут. Вы будете готовиться на свидание. Вы будете встречаться. Вы будете любить друг друга. Вам будет нравиться проводить время вместе. Вот это здоровое отношение. Под этим видео есть ссылка на регистрацию. Бесплатный онлайн-курс. Я такая одна, удобная или уникальная. Проходите регистрацию. Принимать участие можно из любой точки мира, где бы вы ни находились. Становитесь счастливыми, осознанными. Любите себя. И вы поймете, насколько круто проживать свою жизнь, когда на первом месте вы сами у себя, а потом все остальное. Потому что как только вы обретете гармонию с собой, все вокруг вас начнет преображаться и приносить радость не только вам, но и вашему окружению. Я уверен, что после прохождения этого двухнедельного бесплатного онлайн-курса ваша жизнь станет гораздо более счастливой. Мы с вами увидимся в ближайшее время. С вами был Марк Бартон. Всем всего хорошего. И пока-пока.